Сегодня я хотел бы резюмировать то, что произошло на прошлой неделе и сообщить о каких-то новостях, чтобы многие из вас делали правильные выводы о том, что на самом деле сейчас происходит нашей стране. Ну, во-первых, вы знаете, главная тема эфира, которую я сегодня озвучил, это о повышении цен на нефтепродукты, но я это, наверное, озвучу чуть позже. Сначала я хотел бы остановиться на ряде событий, которые требуют оценки. Ну, в частности, того, что произошло в Петропавловске. Вы там видели, что ряд жителей Петропавловска объявили о создании, проведении некого, по сути дела, референдума или независимости, по сути дела. Это так звучало. И когда эти люди начали свою деятельность с 18 февраля, везде все озвучивая, затем, это было 19 марта, в день выборов в Можилис, 19 марта мы увидели вот это видеособрание, затем 23 марта местная газета Петропавловская распространила информацию. И, обратите внимание, только 30 марта Комитет национальной безопасности заявил, что вот они будут расследовать эти факты. И я хотел бы ваше внимание обратить, что 29 марта посол Америки приехал в Петропавловск, и, по сути дела, все эти действия были синхронизированы с приездом посла Петропавловск. Ну, то есть вы должны для себя четко осознать, что эта постановка была сделана именно специально к приезду посла. А для чего? Для того, чтобы послать сигнал Америке и Европе, что вот якобы в Казахстане какие-то события происходят, схожие, которые были на востоке Украины, что якобы Путин угрожает Токаеву. Токаев везде пытается продемонстрировать, что он поддерживает Украину, что он лоялен Западу, что ни в коем случае, пожалуйста, не проводите вторичные санкции против Токаева и политической верхушки, которые оказывают массированную помощь Путину, и она позволяет, по сути дела, бомбить Украину, потому что те санкции, которые были направлены против России, цель их была ослабить Путина, чтобы он не мог продолжать военную операцию, войну против Украины. На самом деле, в связи с тем, что Казахстан выполняет роль задней двери, а именно помогает серому импорту, притом помогает, используя всю государственную машину, хотя пропагандисты режима заявляют, что якобы у Казахстана 7,5 тысяч границ, что их невозможно контролировать, я хочу сказать, что все эти данные о поставках чипов, о поставках товаров, все это официально зарегистрировано в органах таможни, государственный комитет все это по статистике, все это зарегистрировал, это легальные проходы этих товаров через территорию Казахстана на сторону России, легальные, понимаете? Это не так, чтобы кто-то в карманах возил и не зарегистрировал, нет, вдумайтесь, каждый из этих блогеров, каждый из этих министров, сам Токаев, говорят о том, что прозрачные границы 7,5 тысяч километров, но при этом, вы же понимаете, что все эти данные, они проходят через официальные статистические данные, что это значит? Это значит, официально растамаживается груз, официально проходит через границу, официально органы таможенные регистрируют прохождение этих грузов, то есть это все официально, это никакое не имеет отношения челноки и тому подобное, даже тот объем, который прошел через статистические данные, показывает о масштабах, масштабах помощи со стороны Токаева. И чтобы спастись от этих санкций, что делает Токаев? Вот такого рода сепаратисты выходят в Петропавловский и заявляют о том, что якобы, якобы есть, скажем, желание неких граждан отделиться от Казахстана, вдумайтесь. И в пятницу я сразу выступил и сказал, что главный сепаратист сидит в Акарде, что эти люди, которые находятся в Петропавловске, это винтики. И обратите внимание, это было озвучено в пятницу в прямом эфире, а в воскресенье, в воскресенье эти люди первые слова сказали так, «Мы поддерживаем Касанжомарта Токаева». Это вот аккаунт в Ютубе Басе их оклеветал. И Аблязов все это озвучил. Затем, это все было сказано в воскресенье, и сразу средства массовой информации власти начали ставить мои фотографии, поливать и так далее. Видите? О чем это говорит? Что эти люди действительно винтики Акарды. Они не привлечены к ответственности. Некие депутаты написали, что против них надо возбудить уголовные дела. Идут обращения к гражданам, и власть ни одного движения в этом направлении не сделала. И что мы видим? Я предупреждал, что это сделано для того, чтобы уйти от вторичных санкций, сказать, что Путин угрожает Казахстану, и якобы вынужден доказывать такого рода поддержку. Сразу пришло подтверждение. Мало того, что в Петропавловске эти люди никаким-то образом не пострадали, сразу ряд каналов типа «Нехта белорусская» озвучили ту версию, которую я озвучил, что якобы вот Казахстану Путин угрожает. Видите, какие примитивные постановки, уважаемые друзья. И поэтому моя задача все эти моменты показывать, чтобы наше население политически образовывалось и не стало жертвой этих разводок со стороны власти. Ну и следующее. Я сейчас хотел бы теперь затронуть еще ряд, скажем, событий, которые прошли у нас в Казахстане именно 2 и 1 апреля. Вы знаете, что ряд кандидатов в депутаты собрались в Алма-Ате и заявили о создании так называемого народного парламента. И они потребовали, чтобы их, как народный парламент, власть легитимизировала. Ну и следующее было требование. Один из участников выступал, говорил о проведении референдума. Референдум, который, скажем, по итогам которого, отменили бы существующую политическую структуру страны, сделали парламентскую, без должности президента. Ну и также участникам было заявлено, что они намереваются 9 апреля выйти на митинг, даже если он не будет разрешен. И в этой связи ко мне идут обращения, спрашивают мою позицию. Ну, во-первых, друзья, я хочу сказать, что парламент состоит из, мажорист в частности, больше чем 100 человек, по-моему, 109 человек, 109 депутатов. И одномандатные округа, 29 мест, которые были объявлены режимом, как возможность проявить себя отдельным физическим лицам, это не весь парламент, это его часть. И мы все прекрасно знаем, что в результате подтасовок власть засунула своих же, своих же, ну, ротановских или аманатовских, проще говоря. Так вот, эти выборы фальшивые, не настоящие это, безусловно. Но как можно сделать народный парламент и еще его легитимизировать? Есть единственный способ. Это всенародные честные выборы, и все депутаты проходят, участвуют, участвуют как кандидаты, побеждают, люди голосуют. И вот единственный способ легитимизации, когда народ проголосовал за них. Это прописано в порядок, механизм конституции, законах о выборах и так далее. И вот тут участники этого некого народного парламента заявляют, чтобы власть, мы требуем, чтобы власть их легитимизировала. Как может власть легитимизировать та самая власть, которая подделала итоги выборов и легитимизирует только народ в соответствии с процедурами, когда происходят массовые выборы, когда люди выходят на эти выборы и отдают свои голоса. Другого механизма нет ни в Казахстане, ни в мире. Не может Туакаев, который главный организатор массовых потасов, поставит печать, на котором будет написано «Я легитимизировал некий народный парламент». Это просто очень смешно. Я бы сказал, что и неграмотно, и очень смешно, и очень странно. И я видел комментарии людей, которые поддерживаем, поддерживаем народный парламент так называемый. Друзья, что вы там хотите поддержать? Это не может быть никаким легитимным. Легитим только тогда, когда люди проголосовали массу в соответствии с законом о выборах по процедуре. И никто его не может поставить печать и сказать, что легитимный, это типа легитимный народный парламент. Это вообще смешно и неграмотно. Поэтому, чтобы вы понимали, эти требования очень странные, наивные. Я бы даже сказал, что неадекватные. Это первое. Меня, конечно, удивляет, что там собралось около 200 человек. Среди них есть юристы, экономисты. И вот такие требования легитимизировать от воровской власти некие людей, что там нужно юридически зарегистрировать, в министерстве юстиции принять какой-то нормативный документ. Но для этого нет никаких регулирующих законов, чтобы какой-то коллектив людей назвать народный парламент, поставить печать. Как это можно легитимизировать этих людей? Вы понимаете, насколько неграмотно вообще это все озвучено? Меня многие будут сейчас критиковать. Вот ты все время критикуешь кого-то. Давай ты все делаешь по-умному. Не заниматься ерундой, не заниматься глупыми вещами. Все должно быть четко, ясно и стройно. И иметь смысл. Здесь слово легитимизация какого-то народного парламента носит вообще неадекватный смысл. Первое. Второе я хотел бы еще дальше сказать. Речь идет о, в частности, Оразел Ержанов, я его хорошо знаю, бывший заместитель министра финансов, когда-то мы вместе работали в правительстве. Он с Булатом Абилом создал фонд по возврату капиталов, ворованных Ельге Хайтору. Это я сейчас отдельно прокомментирую. Теперь, что предлагает Оразел Ержанов? Он говорит, что необходим референдум, в результате которого, по итогам референдума, необходимо президентскую республику перестроить в парламентскую республику. Что нужно отказаться от президентской республики, это факт. Мы об этом уже озвучиваем более шести лет. Это уже стало пониманием, таким, скажем, массовым по всей стране. И не случайно в январе прошлого года наши люди, помимо лозунга «Шалкет», требовали и говорили «парламентская республика». Это здорово. Но я хочу сказать, что Оразел Ержанов еще имеет юридическое образование, имеет навыки, знания, исторические знания, в том числе и Булат Абилов. Хотел бы вам напомнить, что в промежутке, по-моему, в 2010-2012 году такой эксперимент был. Опять же, я тогда критиковал, говорил, что он бессмысленный. Объясню, почему. Почему? Потому что, чтобы провести референт по нашему закону, нужно минимум собрать 200 тысяч подписей по всей стране. При этом нужно по процедуре обратиться в Центральную избирательную комиссию, в эту воровскую Центральную избирательную комиссию. Они должны выдать некие подписные листы. И подписи должны собираться в определенной пропорции по всем областям. Эти тысячи людей, они должны получить соответствующие права, и собирать подписи по всей стране. Ну, скажем так, после того, как эти 200 тысяч подписей будут собраны, Центральная избирательная комиссия должна проанализировать эти подписи. И если они настоящие, требования, скажем, не противоречат Конституции и все прочее, они отдают этот документ или подписные листы, скажем, сопроводимые запиской президенту страны. И президент страны здесь, а, может объявить референдум. Референдум объявляет только президент. Б, может не провести. Но, уважаемые друзья, все выглядит вроде как бы реализуемо, но я вам скажу следующее. Партия Алга Казахстан по законодательству должна собрать всего 700 подписей. И если Министерство юстиции подтвердит, что эти подписи настоящие, то дается согласие на проведение съезда, и после проведения съезда представители партии должны собрать 5000 подписей. И когда Министерство юстиции утвердит эти 5000 подписей, согласует, что они настоящие, то тогда партия подлежит регистрации. Партия Алга Казахстан 12 раз подала Министерству юстиции свыше 2500 подписей. Внимание! Требуется 700. Не 200 тысяч, а всего 700 подписей. Они подали более 2500. Из них 1500 людей просто себя заявляют на видео, что я такой-то гражданин, проживая там-то, я не служу в силовых структурах, я живой. Вот мое удостоверение. То есть 1500 человек вместо 700 на видео заявляют, что они живые, остальные более 1000 человек говорят, что они тоже вот эти документы, а Министерство юстиции заверяет, у вас там много мертвых. По требованию показать этих мертвых или несоответствующих требований законодательства Министерства юстиции не дают. Соответственно, при подаче в суд Алги, Алги Казахстан, судьи тупо принимают сторону Министерства юстиции. Требует собрать всего 700 подписей. Не 200 тысяч, уважаемые друзья. То есть вы понимаете, тот путь, который предлагает Оразов Ержанов, и озвучил его в формате вот этой встречи, он не рабочий. То есть собрать 200 тысяч подписей можно. Только если в Министерстве 700 человек говорит, что они мертвые, да, без фактов, без ничего, то вы понимаете, из 200 тысяч они скажут вообще там все мертвые. И вы потом будете обращаться в суды, они вас через эти суды будут выбрасывать. Что это значит? Это значит, нам предлагают тот путь, который просто отнимает силу, энергии, просто все это в песок, в никуда. Вот обратите внимание. Халх, парламент так называемый, бессмысленные, неадекватные предложения. Никто его не легитимизирует. Легитимизирует только народ на выборах, на массовых выборах, по закону, который проходит. Нет никакого органа страны, который бы легитимизировал эти кандидаты в депутаты. Поэтому это требование просто неадекватное. Второе. Предлагается идти на референдум, собрать 200 тысяч подписей, когда под носом не регистрируется партия Алга Казахстан. В частности, партия, которая заявила регистрация Булата Билов, он тоже говорит, что много раз подавал, но ему-то надо всего 700 человек, не 200 тысяч, тоже не регистрирует. Ну зачем идти таким путем, заранее зная ее, скажем, неуспешность, бессмысленность. И вот, к сожалению, друзья, я вынужден квалифицировать, что вот эта инициатива людей, которые собрались по поводу народного парламента, проведения референдума, не имеет никакого смысла. Собственно, сама власть это и прекрасно понимала. Обратите внимание, тут партия Алга Казахстан не успела доехать до местного митинга, их всех задержали, напали зонтами, ряд активистов сидели в машине, их вместе в машине эвакуатор посадил на прицеп и их увезли в полицию. В машине, а здесь собрались 200 человек, о чем-то говорили, потом пошли пешим ходом, их никто не трогал, не преследовал и так далее. О чем это говорит? Что власть прекрасно понимает, что это энергия в никуда. Вот тем, кто ставил лайки, комментировал и так далее, я обращаю внимание на мои слова. Вдумайтесь, легитимизировать некий халык парламент никто не может, кроме самого народа, в результате выборов. То есть это предложения неадекватные. Проводить референдум, когда не могут собрать, точнее согласовать 700 человек в министерстве, собирать 200 тысяч подписей просто в никуда энергия. Я поэтому призываю действовать правильно, а не заниматься какими-то действиями, которые зря съедают энергию, и что называется, все уходит в пар, в свисток энергии людей. Единственный способ, это в реальности объединяться, и эту энергию людей направить на то, чтобы вывести людей на массовые митинги. Если мы понимаем, что эти выборы были незаконны, значит надо требовать отменить итоги этих выборов, вывести десятки тысяч людей, и только так можно добиться результата. Нет никакого другого способа. Все эти сидения в закрытых помещениях, призывы, это вот как бы призыв к небу. Небо, дай нам дождя, дай нам хлеба, дай нам снега, никакого результата не будет, уважаемые друзья. Ну а теперь еще часть по нефти и нефтепродуктам. Мы все прекрасно знаем, что основные нефтяные активы в руках семьи Нурсултана Назарбаева. Мы знаем, что все нефтебазы в нашей стране в руках Тимура Кулебаева. Все нефтеперерабатывающие заводы поставляют нефтепродукты именно структурам Тимура Кулебаева, там подставные 5-6 компаний, везде один и тот же игрок Тимур Кулебаев. И вот нам теперь такая заявляет, что цены на дизельное топливо надо поднять, потому что у соседей цены выше, и наша дизелька куда-то убегает туда, у нас скупает. Газ цену тоже объявляет, что поднимают. Кстати, обратите внимание, что в Мангстау, именно в западных частях Казахстана, где активно люди выступали, там цена газа, газ елю. Помните, в январе прошлого года люди кричали «Газ елю, шалкет, парламентская республика». Тогда представитель Министерства энергетики говорил «Да вы что, там он меньше 100 тенге не может стоить». Обратите внимание, в западной части Казахстана газ елю. А где не елю? Это там, где, скажем, не запад. Это северная часть Казахстана, Ахмала, Алма-Ата, Тарас, по-моему, 60 тенге. Вот итог. То есть, когда люди выходят массово на митинги, требует эта власть пятиться. Что получается в результате вот тех решений, которые сейчас принимает правительство по росту цен на нефтепродукты? К чему это приведет? Ну, правительство заявило, что влияние будет не более 1%. Это ерунда полная. Вы прекрасно знаете, когда цены на нефтепродукты растут, тогда по кругу начинает все, потому что это любые товары надо перевозить. Если цены на нефтепродукты выросли, соответственно, нужно корректировать и цены на любые товары. Это что это значит? Это значит, в ближайшее время новый рост цен, новый виток рост цен. Значит, Тимур Кулебаев богатеет, раз Тукаев вместе с этим правительством принимает такие решения, которые приводят к тому, что семья Назарбаев снова богатеет. Вы понимаете, что они в доле. То есть, это верхушка богатеет. А что остается народу? Инфляция, цены на все растут, на бензин и дизельное топливо растут. Соответственно, это аграрная продукция, сейчас начнется посевная кампания, тоже подорожает. Ваша заработная плата, может, подорожала? Они, видно, их доходы поднялись. А у вас что? Опять же ничего. Но, к сожалению, уважаемые друзья, я должен резюмировать, что никакого нового Казахстана нет. Эта власть дождалась, когда прошли выборы. Они фальсифицировали, провели выборы специально 19 марта, потому что через два дня был как бы праздник весенний наш, наурез. И, соответственно, вот этот, скажем, протестный настрой, он рассосался в этом празднике. И теперь власть поднимает цены на нефтепродукты. Вы понимаете, что никаких перемен нет. И сейчас осталось нам только последовать совету Нурсултана Назарбаева. Купи две коровы. Эти два человека доят Казахстан. Назарбаев и Такаев. И вот они говорят, купи две коровы и решай все свои проблемы. Вот что нам они предлагают. Итак, вот вы видите, собственно, что происходит. Никакого нового Казахстана нет. Одни проблемы. Никаких хороших новостей, к сожалению, нет. И единственный способ, единственный способ перемен, это свалить режим. И еще раз, уважаемые друзья, мы все увидели, что в январе прошлого года, когда десятки тысяч людей вышли на улицы, власть начала пятиться назад. Мы должны готовиться к новым процессам. Сейчас Украина готовится к контрнаступлению. В ближайшее время Путин получит серьезные удары по зубам. И власть Путина ослабнет. У него не будет возможности никакой помогать режиму Тукаева, Назарбаева. И у нас возникает возможность свалить этот режим, уважаемые друзья. Санкции, безусловно, будут. Санкции против этой верхушки будут. Видно, что этот режим помогает. Всякие там электронные схема слежения, контроля. И в этом ключе, когда кто-то выступает и говорит, что сейчас все изменится, это все вранье, никаких перемен не будет. Они также будут поставлять товары, растамаживать внутренней страны и контрабандой закидывать его в Россию. А там все, что называется, границы настиж будут открыты, чтобы этот товар проникал. И в ближайшие несколько месяцев все это снова раскроется. Санкции будут. И это приведет все равно к несчете ухудшения жизни нашего населения. Поэтому не ждите. Создавайте ячейки, выходите на штаб. Давайте организовываться. Алга, Казахстан.